А еще россияне всю неделю массировано запускали дроны по Киеву. В одну из ночей обломки сбитых шахедов попадали сразу в шести районах города. В частности, в Шевченковском части сбитого БПЛА попали в офисное здание. В Отрадном шахед влетел в строительный кран и взорвался. В Соломенском районе обломки сбитого беспилотника приземлились на территории жилой застройки. В нескольких соседних домах вылетали стекла. Но самая сложная ситуация в Святошинском районе. Там из-за попадания останков БПЛА на верхнем этаже загорелась квартира, где спали люди. Корреспондент КТСН Светлана Борезивская расскажет подробнее. Вот эпицентр падения обломков вражеского шахеда в Святошинском районе. Это многоэтажка на 16 этаже. В этот момент, когда возник пожар, здесь находились люди, и они чудом спаслись. И как они нам рассказали, они в первые минуты во время пожара попробовали самостоятельно его даже потушить. Забрали самое необходимое и быстро пошли в укрытие. Стекло посыпалось. Стекло посыпалось. Там огонь начался. Два ведра воды помогли. Внешний пенопласт потом начал гореть. Документы, ценные вещи забрали и спустились вниз. В этом многоквартирном доме пострадали последние два этажа. Именно здесь загорелся пожар. Госпитализирован полицейский, который приехал тушить пламя. Он надышался ядовитого газа. На момент тушения пожара из дома эвакуировали два десятка жителей. Около высотки развернули штаб помощи психологов и медиков. Местные говорят, все случилось мгновенно. Все было спокойно, а потом мгновенно взрыв. Смотрим в окно, напротив все горит. Не видела, что горит на верхних этажах. И ко мне еще нужно гореть и гореть. Взрывной волной выбило окна и в соседних домах. Галина с пятилетним ребенком успела спрятаться в коридоре. Но, говорит, они хорошо видели, как тушили пожар из окон напротив. Такой был взрыв, а у нас как раз балкон на десятом этаже. И полностью было видно, как загорелся пятнадцатый этаж. А от него пошел он на шестнадцатый. У меня ребенку пять лет. Схватили на руки и побежали. На эту минуту следственно-оперативная группа обследовала наиболее разрушенные квартиры и позволила людям зайти домой. Подключен свет и вода. Мусор в местах разрушений убирают коммунальщики. А хозяева выгоревшего дома показывают остатки двигателя шахеда, которые нашли у себя в гостиной. То есть попадание было сюда? Говорят, что вроде бы попадание было ниже, но осколок шахеда здесь. На пятнадцатом этаже, в другой квартире, которая горела после попадания обломков шахеда, Кристина, хозяйка дома, показывает выгоревший после пожара балкон. И старинную икону, которая здесь уцелела. Иконе двести лет. Она прошла вторую мировую и теперь, хоть и была рядом с пожаром, не сгорела. Бабушка рассказывала историю. Это такая ценная вещь для нас. В доме висела эта икона, и залетела молния. И она попала вот сюда, и икона треснула. А дом остался целым. Сейчас 2024-й, и она не сгорела. Но ведь она деревянная и была близко к пламени. Здесь все сгорело, а она нет. Коммунальщики развернули здесь пункт выдачи специальных защитных плит и защитной пленки для домов, в которых разбиты окна и балконы. Спасатели и следователи выясняют масштабы разрушений. Продолжение следует...